Прохождение профилактических медицинских осмотров работниками, условия труда которых признаны вредными или опасными, соблюдение в учреждениях и предприятиях города правил охраны труда и норм САНПИНА. Эти и другие вопросы составили повестку очередного заседания Межведомственной комиссии по охране труда. Оно прошло сегодня в администрации города. Подробности в сюжете Дарьи Самородовой. Специалисты рассмотрели показатели травматизма и несчастных случаев на производстве. Так, в организации в прошлом году пострадало 10 человек. Одно происшествие с тяжелыми последствиями. Смертельных случаев не зарегистрировано. Основной причиной производственного травматизма является личная неосторожность пострадавших. Основной причиной тяжелого несчастного случая явилось нарушение работника трудового распорядка и дисциплины труда. Девять несчастных случаев с легким исходом произошли по причине личной неосторожности пострадавших. О необходимости проводить санитарно-гигиеническую паспортизацию канцерогеноопасных организаций рассказал членом комиссии специалист окружного Роспотребнадзора Дмитрий Дерриганов. В Лобытангах ведут деятельность семь таких предприятий. Вообще это разрабатывается с целью улучшения условий труда. Значит, получается у нас, то есть вот эти канцерогены, которые выделяются в процессе производства, они непосредственно влияют на здоровье человека. То есть в основном они вызывают, не в основном, а вызывают онкологические заболевания. То есть работодатель должен это все контролировать, разрабатывать паспорта. То есть это касается в основном промышленных объектов, ну и лечебно-профилактических учреждений. Не менее важным стал вопрос о проведении предварительных и периодических медицинских осмотров работников с вредными и опасными условиями труда. В своем докладе заместитель главного врача городской больницы Евгений Зуйков отметил, что за 2016 год все такие работники, согласно утвержденным спискам, прошли медицинский осмотр. Профессиональных заболеваний не было выявлено. Однако не радует тот факт, что лабытнанцы, которые имеют дело с вредными и опасными условиями труда, чаще всего страдают заболеваниями мочеполовой системы и зрения. Все пациенты направлены на дополнительное обследование, а 500 лабытнанцам рекомендовано санаторно-курортное лечение. Дарья Самородова, Дмитрий Сверид, программа «Время местное».